Важно ли знать, кто твои родственные души, и если да, то как это сделать? Знаете, это интересный вопрос, и я могу ответить на него единственным способом. В жизни бывает много случаев, когда вы встречаете кого-то и чувствуете, что вы его уже знаете. Это осознание. Виссеус сказал, что любовь – это понимание того, что вы знали кого-то раньше и имели с ним доверительное отношение. Вот что такое любовь. Но, конечно, они переживают это иначе, чем мы. И я не могу объяснить это вам, потому что у меня самого не было такого опыта переживания любви в пятой плотности. Я не знаю, что это такое. Но это была его точка зрения. И затем кто-то здесь, на Земле, сказал, и это лучшее определение любви, которое лично я когда-либо слышал, что любовь – это дружба, объятая пламенем. И я думаю, что когда у вас это происходит, или когда вы узнаете кого-то и мгновенно устанавливаете связь, это, несомненно, родственная душа. Это люди, которых вы знали ранее. И у меня определенно был такой опыт. Но знаете, мой круг близких друзей относительно невелик. Это пять или шесть человек. И я благодарен, что у меня они есть. Также есть много людей, которых я очень ценю, с которыми я знаком, с которыми общаюсь каждый день. Но я все еще узнаю, кто они. Я еще не видел всех их лиц. И мы уже говорили об этом. Пока я не узнаю все их лица, а они не узнают мои, мы изучаем друг друга. Но первоначальное осознание приходит из душевного ощущения, что мы знали этого человека раньше. Вопрос от Ванессы. Помогут ли андромедяне с наставничеством? Еще один человек задал похожий вопрос. Когда у нас будут наставники, дадут ли нам технологию для улучшения здоровья? Конкретно, я имею в виду голографическую камеру. Хорошо. Несколько лет назад, когда произошло раскрытие, и когда человечество, и я не знаю, как это будет выглядеть, не знаю, когда это произойдет, но когда человечество будет свободно, и мы попросим о помощи, будет несколько рас, у которых есть генетическая связь с Землей. Только те, которые имеют генетическую связь с расами на планете, представятся. Будут сделаны презентации для всей Земли. В тот момент мы, как коллектив, решим, что мы захотим сделать. Это немного отличается от того, к чему мы привыкли. Будет предоставлена информация. Мы также будем представлены галактике. Они не наделят нас технологией сразу. Однако, они скажут, эта технология уже есть на вашей планете. Знаете, вы можете взять вот эту схему, подстроить ее вот так, и получите вот это. У вас есть эта технология, и если вы подстроите ее таким образом, и добавите ее к этой части технологии, которая у вас есть, вы сможете использовать ее таким образом. По словам Андромедян, у нас уже есть технология для создания голографической камеры здесь, на Земле. И на самом деле я слышал, как Шаймон Паркс упоминал, что по его информации у нас есть эти камеры. И некоторые из темных, знаете, некоторые из них… Да, Рэнди Крамер упоминал об этом. Рэнди Крамер, хорошо. Они говорят, что у нас уже есть эта технология. Поэтому, чтобы они сделали в первую очередь, так это показали бы нам технологию, которая у нас есть, объяснили бы нам, как ее использовать ответственно, прежде чем знакомить нас с чем-то еще. Иными словами, по мере того, как мы будем учиться доверять им, они будут учиться доверять нам. Это взаимное отношение. В этом все дело. Что касается сетки вокруг планеты, которая удерживает нас в реинкарнации? Уберут ли ее, демонтируют ли? Что ее сохраняет? Знаете ли вы что-нибудь об этом? Это потребует некоторых объяснений, и мне нужно рассказать немного о том, как все это было устроено. Мы должны поблагодарить за это Архонтов, но это уходит. Простой ответ – да, все это уходит. У нас будет возможность. Мне однажды сказали, что наша ДНК включается, чтобы сделать выбор насчет того, где мы хотим быть. Но знаете, для этого нам нужна память. Нам нужно вернуть воспоминания, чтобы мы знали, какой выбор сделать. Потому что на клеточном уровне наше тело помнит, но мы должны пройти через наше подсознание к нашему сознанию, чтобы иметь возможность принимать эти решения. А прямо сейчас наше подсознание наполнено ограничениями и страхом, и нам нужно преодолеть это. Я понимаю, что все это часть процесса, но я пока не знаю, как это выглядит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok